Привет. Я уже второй день в палате роддома со своим новорожденным сыном. Ноутбук не взял, интернет слабенький, а потому есть время сделать то, что я хотел сделать очень давно. Написать письмо в компанию Тесла. Вот черновик письма. Теперь надо внимательно прочитать, отчеканить каждое слово, донести свои идеи и мысли максимально концентрированно и отдать на качественный перевод. С момента написания черновика письма прошло, как вы видите, достаточно много времени, уже снег, но здесь сыграл обычный человеческий эффект, когда что в работе, что в жизни, вы погрязаете в такой рутинной, каждодневной работе, делаете только ее и практически полностью забываете о действительно важных вещах. Так вот, в новогодние праздники я собрался с силами и вернулся к важным вещам, в том числе и к этому письму. Текст уже сформирован в чистовой вариант. Вы его сейчас увидите на экране, но я все равно продублирую его, зачитав, насколько вообще позволит мне это сделать моя убогая дикция и произношение. Слушайте. Здравствуйте, Тесла. Это письмо не похоже на тысячи других писем вам, потому что вам пишет не один человек и не компания. Вам пишет целый город. Мы город Славутич на севере Украины и мы можем стать для вас идеальной тестовой площадкой в Восточной Европе для ваших инновационных технологий, электрических транспортных средств и систем бесплотного вождения. Славутич – самый молодой город Украины. Был полностью построен всего за два года сразу после аварии на ЧАЭС и заселен ликвидаторами аварии, атомщиками, энергетиками и другим высококвалифицированным персоналом. Славутич – очень компактный город, со всех сторон окружен лесом. Протяженность наших внутренних автомобильных дорог 45 километров и качество дорожного покрытия мы постоянно улучшаем. В Славутиче нет общественного транспорта и нет автомобильного транзита через наш город, но есть железнодорожное сообщение, развитая инфраструктура, образованное прогрессивное население и идеальная географическая локация для сотрудничества с вами. Девиз нашего города – Славутич, место новых идей. Поэтому мы готовы стать для вас надежным партнером и идеальной тестовой площадкой для любых ваших инноваций, а возможно и местом производства. Гарантируем вовлеченность в вашу идею всего нашего города. Давайте вместе создавать будущее в том регионе, где остальные этого пока не делают. Славутич вас не подведет. Также, естественно, уже сделан перевод. Кристиночка, привет! Большое тебе спасибо! Твои переводы фартовые. Надеюсь, в этот раз фарт тоже будет с нами. Дальше очень простая часть работы. Открываю официальный сайт Тесла, нахожу контакты, заполняю форму для отправки сообщения, выбираю тематику, копирую переведенный текст нашего письма и отправляю. Все, появилось окошечко, что наш вопрос отправлен и с нами свяжется в ближайшее время. Будем надеяться. К письму я прикрепил ссылку на промо-ролик нашего города. Так что всем, кто в этом участвовал, еще раз огромное спасибо. Это очень удобно, когда существует такая лаконичная и концентрированная видеовизитка. Еще сегодня, завтра посижу, постараюсь найти какие-то контакты компании Тесла, не просто вот в общей форме, а какие-то более специализированные. И разошлю письмо по максимальной сети их контактов. Очень символично, что начинал я писать текст в день рождения моего второго сына, а отправляю я это письмо в новогодние праздники прямо в Рождество. То есть, сделано все, чтобы произошло чудо. Потому что отклик, а уж тем более какой-то возможный общий проект или сотрудничество с таким гигантом, как Тесла, это действительно чудо, это какая-то фантастика. Но я вам скажу такое. Абсолютно все значимые дела на планете Земля произошли в результате каких-то безумных идей. Идей, которые изначально казались наивными, фантастическими. В них никто не верил, но они выстрелили. Поэтому мы, славутичане, если хотим действительно мощного прорыва нашего города, действительно какой-то реализации экстраординарной, мы должны пробовать абсолютно все. Не важно, насколько фантастическим это кажется на первый взгляд. И даже если один из сотни, один, возможно, из тысячи таких проектов выстрелит, это станет нашим шансом. Все, пока. Как только наше письмо в Теслу улетело, мы можем полностью забыть об этой фантастической затее, чтобы начать думать и реализовывать следующую. У нас есть несколько интересных задумок, несколько идей, но если у вас есть свои какие-то проекты, идеи, которые вам казались слишком смелыми, слишком фантастическими, наивными или даже детскими, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Возможно, ваша идея это именно та, которая должна выстрелить славутичи. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok